Цены на жилье в Молдове за последние 4 года выросли в полтора раза и тенденция сохраняется. При этом объем жилищного строительства сокращается. Кроме того, рынок, по оценкам экспертов, остается пассивным. Объявление о продаже жилья меньше, чем в предыдущие годы. И так не только в Кишиневе, но и в других городах. Обсудим сложившуюся ситуацию с финансистом Владом Грате. Влад, здравствуйте. Добрый день. Спасибо, что подключились к эфиру. Влад, давайте попробуем схематично обрисовать положение дел на рынке недвижимости. Мы видим рост цен. Но давайте в цифрах и в сравнении. Что и на сколько скакнуло вверх? Смотрите, на самом деле, если мы посмотрим на индекс цен на недвижимость в Кишиневе, который формирует Натзбанк. Натзбанк регулярно публикует график индекса цен RPPI. Это цен на недвижимость в Кишиневе. На вторичном рынке и на первичном рынке. И он считается вот сейчас с базиса 2019 года. И за последние пять лет суммарный процент прироста 56,3%. Это в сумме и по первичному, и по вторичному рынку недвижимости. Но если мы поговорим про последние два года, то на том же графике мы можем увидеть, что цена последние два года примерно стояла на одном и том же месте. Но если брать первый квартал 2024 года, актуальные данные, то рост мы увидели сразу на 8,5% пункта. Очень высокий рост именно в первом квартале 2024 года. В целом, рост цен на недвижимость лично я объясняю внедрением ипотечной программы PrimaCas. Вместе с появлением PrimaCas мы увидели большой рост цен на недвижимость. Именно в первые годы, когда были массово подавались заявки. И это перекосило спрос на рынки недвижимости. Если вы посмотрите на опыт других стран, то примерно то же самое мы видим со внедрением годных ипотек и в других странах. Сразу вместе с внедрением этих программ растут цены на недвижимость. Просто потому что мы можем представить рынок как баланс между спросом и предложением. И как только на любом рынке, в том числе на недвижимости, повышается спрос, а это приводит к росту цен. Повышается спрос или сокращается предложение. И наоборот, когда предложение растет, спрос сокращается. Этот рынок профицитный, на таком рынке цены будут падать. Так вот, с внедрением программы PrimaCas и с внедрением любой другой льготной программы ипотечного кредитования спрос на рынке повышается. На рынке появляются покупатели, которые априори не купили бы себе жилища, не купили бы себе квартиру. Просто потому что у них не было бы на этот день. А вместе с появлением льготных программ финансирования сторона спроса сильно перекосилась. И мы видели, что в первые годы доля недвижимости купленной программы PrimaCas была довольно высокой. И это один из главных факторов роста цены на недвижимость, которые мы видим в Молдове. Влад, а вот с этого месяца запускается PrimaCas Plus с дополнительными льготами. Это подогреет спрос, как думаете? Вполне возможно, но на самом деле это далеко не факт. Просто потому что семьи, которые могли бы использовать программу PrimaCas, они в большинстве своем уже эту программу используют. Они уже оформляли кредиты на недвижимость. И вполне возможно, что спрос под новую ипотечную программу будет небольшим. Но опять же, как я сказал, любые ипотечные программы обычно спрос подогревают и обычно влияют на цену на недвижимость. Особенно с учетом того, что, как вы уже отметили, мы действительно имеем сейчас небольшую тенденцию к сокращению строительства, то есть сокращению строительства новых объектов. И на стороне предложения, сторона предложения у нас тоже сокращается. Поэтому вполне возможно, что мы увидим продолжение тенденции на роста цен на недвижимость. Влад, а вот как долго тенденция роста будет сохраняться? Я думаю, что пока у нас низкие кредитные ставки, то рост цен на недвижимость мы будем видеть и дальше. Почему мы видели застои в ценах последние два года? Потому что когда у нас был инфляционный кредит в 2022 году, у нас Натбанк отреагировал на него повышением ставок. Совершенно логично. Потому что когда вы повышаете ставки, вы повышаете стоимость кредитов и вы сокращаете количество денежной массы в экономике. Чем дороже кредиты, тем меньше люди их оформляют, тем меньше денег появляется в экономике и тем ниже цены, потому что спроса появляется меньше. Но, как вы знаете, в 2023 году мы пошли на снижение ставки. Кстати, одно из первых, что мы пошли по пути снижения ставок. И сейчас у нас ставки кредитные ниже, чем условно в США. У нас кредитная ставка по леве, ниже, чем по доллару. И когда ставки такие низкие, это подогревает экономику, подогревает спрос в экономике, в том числе на рынке недвижимости, потому что человек может оформить кредит более выгодно и его с большей вероятностью одобрить кредит под низкие ставки. И опять мы увидим рост волны спроса. Поэтому как долго, пока у нас будут низкие ставки, а пока ничего не говорит о том, что у нас ставки будут повышаться. Мы пока не видим новых волн инфляции или еще чего-то. Поэтому вполне резонно пока держать низкие ставки и помогать тебе в самом экономике, помогать тебе в самом спросе. И я думаю, что это может продолжаться довольно долго. Влада, вот скажите, как инфляционный кризис сказался на рынке недвижимости, на рынке кредитования? Опять же, инфляция в первую очередь на рынке кредитования отражается через старт. Потому что самый простой способ погасить инфляцию в стране, это повышать себе ключевую ставку. Почему? Просто потому, что инфляция всегда имеет монетарную среду, всегда имеет денежную среду. Цены растут в той экономике, в которой есть большое количество денег. А деньги, вопреки многим заблуждениям, деньги на самом деле генерируются коммерческими банками и людьми, которые берут кредиты. Условно, у банка есть какие-то активы, они выдают эти деньги в кредит. Люди их тратят в экономике, создавая спрос. А люди, у которых они что-то купили, например, машину или квартиру, они могут опять эти деньги поставить в банк. Банк опять выдаст кредит и так далее. И вот именно так появляются новые деньги в экономике, через кредитование. Если вы посмотрите на статистику 2021 года, то Молдова была самой активной на рынке кредитования страной в Европе. У нас объем кредитования за год вырос на 35%. Это очень большой рост. Условно, в 2021 году по сравнению с 2020 дали люди кредитов на 35% больше. Это вам дает дополнительные деньги, в экономике появляются новые деньги, новый спрос. И в том числе вот этот рост кредитования на 35% мы увидели в виде 30% инфляции в 2022 году. Там, конечно, было очень много факторов разных, но один из них, это всегда, это в любом случае монетарно. То, что просто много денег появилось. И в том числе это отразилось на рынке недвижимости. Когда уже инфляционный кризис прошел, мы увидели, что из-за повышения ставки, из-за борьбы с инфляцией, цены на рынке недвижимости встали. Влад, а вот цены в столице, цены на периферии уже сравнялись? Нет, это сложно оценивать, потому что статистика официальная, и у нас есть только по Кишиню. И я бы с радостью сказал бы, что да, цены в Камрате растут быстрее условно, или цены в других регионах растут быстрее, чем в Кишиню или медленнее, чем в Кишиню. Но объективно я сказать этого не могу. По ощущениям, как будто динамика в регионах может быть даже, на рост цен может быть даже выше. Я, опять же, не могу однозначно утверждать, но по ощущениям так. Потому что Кишиню – это все-таки большой рынок предложения, большой рынок объективных недвижимости, как первичный, так и вторичный. Застройка в Кишиню может веститься буквально целыми районами. В регионах такого нет. И когда у вас предложение более статичное, когда у вас предложение на новые квартиры, новые дома, либо даже на квартиры или дома на вторичке, оно невысокое, то рост спроса от примакасы, той же условной примакасы, еще сильнее вам отражается на рынок. Но однозначно сказать нельзя, потому что официальной статистики нет. Поэтому давайте не будем без статистики говорить, что нет. Влад, огромное спасибо за то, что нашли время ответить на наши вопросы. Спасибо за ваше экспертное мнение. Мы продолжаем выпуск. Обязательно до встречи в нашем эфире.